здравствуйте дорогие друзья ну что ж вот и мне пришло время стать блогером это мое первое интервью никогда я никого не брал интервью все бывает впервые все бывает впервые а у тебя когда-нибудь брали интервью а еще нет это не раз ребята это синергия и кстати сегодня международный день блогера это просто потрясающе с оказанием есть такой праздник до совпаде есть столько что ну и вы заметили какой я майки сегодня часовая майка я не надел свою майку ничего страшного то есть все понимают что речь должна пойти про часы а вот тут вы ошибаетесь нет сегодня у нас будет несколько персонализированный разговор виктор приветствую тебя на канале прессе в самаре ну давай так первый вопрос который должен задать все-таки ты в самаре в первый раз жизни в самаре да да я до этого в самаре не был никогда у нас сегодня столько 1 1 1 1 1 1 расскажи как тебе город вот просто общее впечатление я думаю нашим самарским читать наверняка будет интересно только самарским в принципе всем людям у меня были совершенно другие ожидания когда я сюда ехал я примерно понимал что это за город я понимал что тогда там столица региона город миллионник но при этом видя какие-то другие города ожидания ожидания были немножко заниженные скажем это наверное хорошо когда у тебя заниженные ожидания изначально ты не ждешь чего-то классного а потом удивляешься я думал что будет более провинциально что будет много каких-то отсылок в 90-м во-первых дороге до какую-то куча ненужной рекламы на улицах и я приехал немножко мои вот ожидания не совпали то есть город гораздо интереснее чем на первый взгляд но спасибо тебе что ты показал наверно правильную сторону важно с кем ты в городе знакомишься куда тебя по городу ведут потому что впечатление может быть кардинально разным благодаря антону меня получилось кардинально изменить мнение я считаю что это отличный город просто прям классно ну и ты узнал также что у нас самая длинная набережная до обитаемые забитаемые где есть все и в том числе и вот этот длинный пляж на самая большая в европе площадь сначала не поверил сказал нет нет я тут уже три города знаете самая большая в европе площадь но потом залез в интернет и говорит да интернет подтвердил были мы на вертолетной площадке вид с высоты птичьего полета очень город тебе понравился мне очень понравился я доволен спасибо что приютил пригласил показал очень круто и надо вставить на фотографии где мы с тобой были да это мы обязательно сделаем что-либо мы СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, окей, тогда у меня к тебе вопрос, который, наверное, интересует очень многих. И я, как начинающий блогер, тем более в день блогера, должен его тоже задать. А вот как вот ты вообще пришел к часам? С чего это началось? Часам или к блогерству? Вот я хотел сделать перетекающий вопрос. Вообще к часам. Вот вообще к часам. Слушай, это, наверное, это все где-то было раньше, потому что я интересовался еще в детстве. То есть классическая история, что какой-то там нашел, разобрал будильник. Да, сегодня он у Владимира Павловича в мастерской увидел зеленый будильник и начал показывать на него пальцем и кричать. Это он, он! Нам принесли пиво, и мы будем немножко более расслаблены и вести беседу. Да. Ну, будильник, да, я вот увидел этот будильник. Он стал показывать пальцем и кричать. Да, да, это вот тот зеленый будильник, который я разобрал в детстве. То есть все-таки сначала было часы. Сначала было часы, конечно, хотя, хотя, опять-таки, это настолько перекликается, потому что я очень любил и делать там фото-видео. У меня были там родительские фотоаппараты. Потом отец купил видеокамеру, и я как-то ходил там, снимал и во дворе, и там с друзьями. Я монтировал какие-то ролики из наших там семейных поездок, монтировал там какие-то семейные праздники, да, то есть делал видео. Даже было прикольно, мы с братом, у меня есть младший брат, у нас был набор Лего, там были пираты и остров. То есть корабль, остров, пираты. И мы, как это все построили, поставили камеру на штатив, там была функция записи, грубо говоря, по полторы секунды. И мы делали мультик. То есть мы нажимали, она снимала, мы раз, чуть-чуть передвигали. Итерационно. Да, и вот такой получился мультик, как там все эти человечки двигаются, потом даже там делали спецэффекты со спичкой, как будто взрывался корабль. Вот, и это тоже повлияло, видишь. А сами часы, опять-таки, я в школе носил часы, потом долгое время я часы не носил. Не знаю почему, но как-то не хотелось, не было интересно. Потом уже под конец универа я купил себе какие-то китайские часы в переходе. Я не совсем понимал вообще в часах ничего. Знал, что... Просто купил. Да, просто мне хотелось как-то... Почему-то решил, да, посмотрев какие-то или журналы, или что, что часы это как-то круто. И мне надо было какие-то вот... Что-то приобрести. Что-то я приобрел. Не потянуло особенно, да, перестал носить, носил, не носил. И, в общем, когда я решил, что мне все-таки нужны нормальные часы, мы тогда переехали в Петербург. И я решил, что я должен... Я не знал, сколько мы будем жить в Питере. И я узнал, что в Питере есть фабрика-ракета, да, Петродворцовый часовой завод. И я решил, что мне надо купить серьезные часы. И вот как раз так совпало, что я теперь живу в Петербурге. И я купил эту ракету. Это стали мои первые часы, которым сейчас вот 6 лет. И с них настолько резко просто я включился, что вот... Как-то буквально полгода я продержался. Просто, ну, все, часы есть, как бы, знаешь, закрыл. А потом понеслось. Я начал изучать еще, еще, еще все. Мне там лист хотелок, ожиданий и по чуть-чуть, по чуть-чуть. Это называется ЧБ. Да. Часовая болезнь. Да, да. Причем подхватил я ее, знаешь, так вот резко и сильно. Ну, на самом деле есть такое мнение, что у мужчины могут быть только там два украшения, да? Это туфли и часы. Ну, там часы, западки, оправа для очков, авторучка. То есть, ну, такие мелочи. Ты уже перечислил столько, что... Ну, я не считал ее часы, наверное, показателем статуса. Я их ношу не для этого. То есть, если бы я хотел показывать исключительно статус, да, у меня были бы там одни-двое часов и максимально брендированные. Вот если там твои зрители видели мою коллекцию часов на канале, да, вообще что я ношу, это, ну... То есть, можно продать все и купить что-то более статусное и носить, но я не для этого ношу часы. Ну, на самом деле, мне кажется, люди и делятся на таких людей, как такие группы, которые вот кому-то важно бренд подчеркнуть свой статус, да? И для него часы это просто некая ресурс. Ну, чтобы люди поняли, что он может. Да. А есть, да, действительно люди, которым интересна вот какая-то история, чтобы была изюминка какая-то вот такая, вот, что спросили, а почему эти часы у тебя на руке? И ты мог так рассказать, что можно уже целую передачу про это, ну, как вот про часы, которые на твоей руке. Ну, вот, да, и ты заметил, насколько люди обращают внимание. Мы сегодня с Антоном в Самаре встретили иностранцы. Это было просто, да, странно в этот... Ребята, если смотрите, вам большой привет. Да, Доминик и второй у нас... Али, по-моему. Али, да, Доминика Али. Человек, который сегодня на пороге часовой мастерской начал с нами на английском разговаривать и спрашивать, где купить хронограф на механизме 3133, но в стальном корпусе. Слава богу, с английским у нас более-менее нормально. Ну, как-то, а как-то выкрутились. Мы ему ответили, что заходи, заходи. Закончил все это обедом на 2,5 часа. Люди, которые живут в Дубае, в Австралии, они начинают мне рассказывать, а ты знаешь, что смазка на пружину и смазка на стенке барабана отличаются. И вот почему нельзя заправлять пружину в барабан, не используя специальные моталки. Потому что она мнется, как родные. Да, и ты заметил, что вот Доминик, он как бы, да, в принципе, человек не бедный, мог позволить себе там и роликс и все, что угодно, но при этом у него там винтажная сейка, да, то есть и другие часы он там рассказывал из своей коллекции. Да, он причем... То есть он категорически не для статуса эти носит. Кстати, да, и человек, который ищет себе, причем он жаловался на свою дочь, которая, которая ему подарила эти часы, и через 10 лет она ему вернула и сказала... Что это такое? Нет, я, говорит, не буду носить, забери себе, вот я теперь их ношу, но они, говорит, теперь часы с историей. А сколько в твоей коллекции часы? Вот сейчас могу сбиться, но сколько у меня в шкатулке? 10 и еще есть 3 или 4, 12-14 на данный момент. И все с историей? Да, какая-то история есть везде, то есть раньше я покупал... Ну, хотел купить сильно больше, сейчас я себя останавливаю, потому что, ну, всего купить точно невозможно, и я стараюсь выбирать. Но у меня есть, как бы, идея собрать там... Я тащу по, скажем так, лучшему экземпляру от каждого нашего предприятия. Это нужно иметь, наверное, в коллекции, тем более я о наших предприятиях рассказываю. Есть часы, которые я ношу, естественно, чаще, есть, которые я ношу реже, есть, которые я практически не ношу. Ну, например, вот луч выпускал лимитку, посвященную врачам, которые боролись с COVID-19. Это была благотворительная у них линейка. Они были очень дешевые, они стоили там в 10 раз дешевле, чем стандартные часы луч. При этом они были на родном механизме 1801. Там прямо на циферблате написано COVID-19. И я их купил, я их надел буквально два раза. Но они вот так вот лежат, как... Ну, для памяти, что ли. Наверное, все-таки это исторический момент, да, вот эта вся ситуация с COVID-19. И, наверное, интересно будут потом... Смело написать на дешевле COVID-19. Да, да. Интересно. Но с другой стороны, там, на многих языках написано там спасибо, thank you, ну, на всех языках. То есть спасибо врачам и спасибо покупателю, что купил часы, тем самым поддержал благотворительность, помог какими-то там закупками медикаментов или что-то еще. То есть, ну, это такая вот история. То есть, да, ты стараешься приобретать часы с предприятиями, которые... Завтра у тебя будет такая возможность. Мы едем завтра на часовой завод «Восток». Ну, может, мы уже там были. Я не знаю, когда видео у тебя выйдет. Ну, тем не менее, может, мы уже были. Скорее всего, мы уже были. Когда вы смотрите, то мы уже были. Мы уже были. Но сейчас, пока мы еще не были, поэтому мы вот завтра собирались... У нас еще есть ожидания, да. У нас еще есть ожидания. Я думаю, у тебя будет возможность там зайти в ту самую комнатку, где есть стеллажи с готовыми часами, куда я обычно захожу, начинаю все открывать, смотреть и что-то обязательно привожу. Что-то дарю, что-то вот просто кто-то говорит, ой, отдай мне их эти часы, пожалуйста, пожалуйста. Ну, у меня есть два, три, два, два или три «Восток». Даже как это стыд достало, что я не помню. Ну, два точно, это «Нептун» и «Космодайвер». Ну, это не серийные часы. А, нет, третий, а есть серийная «Амфибия», которую я немножко модифицировал. Да, у меня три «Востока», но нет классики. Да. Ну, зимом ты точно уедешь из Самары. Спасибо. Зим мы ему обеспечим. Вопрос у меня такой. Какие планы творческие? Вот что ты хочешь делать дальше? Вот есть канал, есть направление, есть понимание, да? Вот что ты хочешь, скажем так, какие цели? Что ты хочешь добиться? Что ты хочешь дальше сделать? Я как самурай, знаешь, у тебя нет цели, есть столько путь. Ну, на самом деле, вопрос интересный, я сам периодически думаю об этом. То есть, есть несколько путей развития вот этого всего канала, всего этого проекта. Есть один путь, это просто снимать каждый раз взор на новинку, рассказывать про конкретную модель часов. Помогать людям с выбором. Да, это будет, но я не хочу, чтобы это было первоочередным. Есть направление для меня, которое интересно мне в первую очередь и, надеюсь, интересно зрителям, это показывать производство и знакомить с людьми, которые руками создают, делают часы. То есть, я уже, ну, могу сказать, что много где был, много с кем знаком. И чем больше я вот с людьми знакомлюсь, тем еще больше, больше, больше у меня там появляется новых контактов, новых возможностей. И люди говорят, а давай я тебя познакомлю, ты приедешь там, пообщаешься еще с человеком, вот он делает вот такие уникальные вещи. А ты знать не знал про такого человека? И хочется об этом рассказывать и в первую очередь о тех людях, которые создают это в России. То есть, ну, от наших соотечественников, да. Очень хочется показывать производства, которые всем интересны. Это ракета, это, естественно, восток, да, это полет. То есть, много где я был, много где я хочу побывать. Я хочу, чтобы у меня все... Все производства, которые на данный момент в России производят часы, они все должны попасть ко мне на канал с интервью представителя, руководителя, с вопросами от подписчиков, с обзором производства. Чтобы люди не просто покупали часы по картинке, а чтобы они видели, как и кто их делает. То есть, мне это важно, когда я покупаю часы. И я надеюсь и думаю, что кому-то еще это тоже может быть важно. Что не только там цвет циферблата. Вот. У меня есть планы по... Как планы, хорошо. У меня есть наметки, идеи по, возможно, созданию какой-то своей модели часов. То есть, может быть, мы это сделаем с тобой, может быть, я это сделаю с кем-то еще, может, это будут не одни часы. Я пока не хочу ничего конкретно об этом говорить, потому что нет никакой конкретики, но что-то будет. Уважаемые друзья, нам пришлось пересесть, потому что солнце самарское выжигает. О, что эти прекрасные закаты на Волге. Да-да-да-да-да. Бьет просто в лицо, поэтому мы пересели. Так вот, по поводу лимитки. Мы завтра у тебя будет со мной 3 часа обсудить концепцию. Мы приедем на Восток и выдадим им наше предложение. Да, и возможно, возможно, у нас все срастется каким-то чудом. Ну, я не знаю даже когда, но гипотетически там в условное ближайшее время будет прикольная лимитка от нас и Востока. И Востока. Я бы купил, а ты? Я? Дайте две. Дайте две. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Вот. Смотри, ты спрашивал про саму цель. И когда я общаюсь с разными сейчас часовыми производителями, я замечаю, что у них у многих есть между собой конкуренция. Даже не то, чтобы конкуренция, но некоторые, так сказать, в кулуарах друг о друге говорят не самые лучшие вещи. И очень любят друг друга. Да, да, да. Я понимаю отчасти их. Возможно, какие-то старые обиды за что-то. То есть, возможно, это какой-то передел советского наследия, что кто-то использует что-то, а кто-то не использует. Кто-то на чем-то зарабатывает. Обиды, что у кого-то получилось, а у тебя не получается. Пускай, да, есть. Но мне хочется, возможно, я смогу каким-то образом, благодаря освещению всего этого, благодаря личному общению, их в какой-то степени объединить. В общем, ты выбрал себе миссию миротворца. Да, да. Голубые каски. Держи мою коробку. На тебе голубую каску. Бияемся, бияемся. Да, да, да. Хочется, я не знаю, если у меня есть возможность хотя бы минимально как-то повлиять и поднять отечественные часпром, нашу часовой отрасль, то будет глупо этим не воспользоваться. Согласен. Мы говорили с тобой о проблемах в часовом производстве. Но мы пришли к выводу, что, наверное, это очень общая проблема для России. Проблема не в часовом производстве, а в производстве вообще. Потому что производство – это такой организм, в котором нельзя вот прийти и за две минуты стать, вот сегодня я хочу стать токарем, а завтра я хочу стать технологом. Такого не бывает. Это очень сложный процесс. И когда происходит производство, молодой человек, который начинает там вариться в этом бульоне питательном, там, где наваром являются старые сотрудники, которые дают вот этот вот навар. И через какое-то время сам человек, впитав в себя культуру производства, он сам начинает становиться вот таким вот питательной средой для того, чтобы обучать других. Вот именно так и происходит то, что называется, то, что вот японцы, например, в кайдзен там, да, вот называют ДНК компании, то есть, когда вшиваются в людей вот эти вот требования, отношение к производству, отношение к продукту, уважение к себе, к своим сотрудникам, вот это все вместе. И вот когда это разрушаешь, проходит буквально 10 лет, когда уже создать заново невозможно. То есть, можно создать новое. Проще разрушить, чем восстановить. Совершенно верно. И вот, кстати, вот мне Александр с молнией рассказывал, как сложно оказалось, имея на руках документацию, парк оборудования, как сложно запустить производство заново без этих людей, которые знали тонкости, которые между строк прописаны вот в этих вот белых промежутках. Это с опытом пришло к ним. Они начали-начали, у них появлялись проблемы, они их решали, там, придумали где-то там, не знаю, там. Вот здесь надо просто чуть-чуть полоборота подвергнуть гаечку какую-нибудь, и все будет работать лучше. Ну, условно. Здесь плюс, здесь минус, и тогда будет все работать. Да. А ты смотришь чертеж, вот делаешь по чертежу, а оно не работает. Дайте мне напильник, я сделаю из поезда самолет, да? Проблема большая всех наших производств в отсутствии квалифицированных рабочих кадров, которые могли бы прийти и начать что-то делать. К сожалению, у нас, я так считаю, что профессиональное техническое образование уничтожено в нашей стране. И вот первое, что бы я сделал, пока еще живы те люди, которые еще могут выйти и обучить. Это нужно немедленно создавать. А запросы есть у компаний и производств, а их очень много этих запросов. Да, да, да. На удивление у нас производств много прям, но они все в таком вот сейчас состоянии непонятно, смогут они, не смогут. Необходимо, вот я считаю, что необходимо делать это срочно, потому что может быть поздно. Это надо было делать давно. Это надо делать давно, но сейчас вот это нужно делать срочно, бегом. Ты знаешь, есть такая поговорка, чтобы остаться на месте, нужно бежать со всех ног. А если ты хочешь вырваться вперед, то надо вообще нестись сломя голову, чтобы хоть немножечко улучшить. Совершенно верно. Ну, на самом деле, мне кажется, это все-таки задача государства. Только государство может создать вот такой вот мощный стимул для того, чтобы это создавалось. Ну, да, давай позвоним, попросим, что бы сделали сейчас. После передачи? Сейчас вопрос будет решен. Да, да, да. Давай о чем-то позитивном. Грустно, это все понимают, что грустно. Да, производство. Будем надеяться, будем верить. И если вдруг нас смотрят молодые люди, которые по какой-то счастливой случайности интересуются часами и хотят связать свою жизнь с производством, не бойтесь. Сегодня, да, сегодня там на пике профессии IT. Вы можете зарабатывать прилично много денег. Понятно, что многие хотят там свой бизнес, чтобы жить счастливо и хорошо. Но работая, если вы сегодня станете грамотными там токарями, презеровщиками, вы наверняка будете очень востребованы, гораздо больше, чем менеджер по продажам, бухгалтер, экономист, пиар-менеджер и блогер. Так и есть. Ну, хорошо. Расскажи про себя, который не та сторона тебя, которая не связана с часами. Вот кто ты такой? Так просто не ответить. Я обычный человек, обычный гражданин. У меня есть жена, есть собака. У меня спокойная, обычная жизнь среднестатистического, ну, условно можно сказать, среднего класса. Хотя вот средний класс – это настолько размытое понятие, что... Не знаю, я когда-то занимался музыкой, когда-то играл в КВН. То есть все это было. Когда-то работал по специальности, но понял, что... Ну, вот, опять-таки, да, я попал, наверное, не в ту компанию изначально. То есть я по образованию инженер-энергетик. То есть там подстанции можно было бы строить, знаешь, там, развивать энергетику. А молодому специалисту очень сложно куда-то попасть на нормальную позицию. Потому что, ну, как обычно, ты приходишь, говорят, ну, здорово, у вас диплом, да, все хорошо. А опыт работы у вас какой? А ты такой, ну, в смысле, а какой? Ну, там, да, что-то ты где-то там делал, но нет. Нет, и от тебя это какую-то другую компанию. В общем, мой карьерный путь по специальности, он не туда немножко свернул. Я попал не в лучшее производство, а был энергетиком на производстве и на таком, на упадническом производстве. И постоянно находиться вот в таком, ну, говне, извините за выражение, да, и ты понимаешь, что потенциал у тебя, может, и есть, ты как бы хочешь... Перегораешь к своей профессии. Да, 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 и ты понимаешь, там начальство начинает говорить, что, да зачем нам что-то делать? Слушай, давайте, вот, проект у меня интересный. Я там хотел, у нас было производственное предприятие, они делали вафли, продукция шоколадная, там, вафли, тортики. Вот. У меня была идея, и у главного инженера, главное, была идея, то есть мы с ним вместе общались, и мы хотели перевести на возобновляемые источники энергии, то есть сделать там полностью... То есть ты уже тогда заразился Гретой Тумберг? Да нет, дело не в Гретой Тумберг, дело даже просто в банальной экономии. То есть мы понимали, что вложив сейчас деньги, мы потом будем, то есть производство не будет их терять. Ну, смотрели на дальнюю перспективу. Но владельцам компании это было категорически неинтересно, вкладывать куда-то деньги, знаешь, и как-то вот так все... В общем, я понял, что на тот момент я могу зарабатывать больше в других направлениях. Я ушел в продажи, неплохо развился в продажах, и уже оттуда вот ушел сейчас больше, да, в блогинг. Ну, тут пандемия сыграла злую шутку. Я рассказывал там много раз у себя на канале, почему, как, что это началось. Это все в пандемию, потому что вот так раз, и у тебя свободное время, сиди дома, делай, что хочешь. Чем заняться? Да, у меня тогда была работа, связанная непосредственно с рекламой и реклама заведений, которые общепиты, салоны красоты, вот все, куда люди ходили и куда теперь ходить стало нельзя. Нельзя. И, соответственно, все клиенты отвалились. Мы что-то как-то худо-бедно пытались работать, и я подумал, что надо бы... А почему бы мне не попробовать снять там обзорчик на часы свои? Да. Я посмотрел, думаю, ну, может, у меня получится не сильно хуже, чем... У других. Да. И какой стаж у тебя в то, что сегодня мы отмечаем? День, кого мы сегодня отмечаем? День международных, день блогера. Я первое видео выложил в конце апреля 2020 года. Ну, то есть ты совсем еще молодой блогер? Много чего не понимаю, много чего не знаю. Блогер-бегинер. Что-то делаю. Однако у тебя на канале подписчиков уже... Ну, YouTube 20 тысяч есть. 20 тысяч. Да. То есть людям интересно. Слушай, ну, я надеюсь. Вроде пишут добрые комментарии. Ты знаешь, когда ты делаешь что-то, что людям нравится, они тебе говорят спасибо, ну, наверное, это самый лучший стимул. То есть это не про деньги, это про... Да, есть те, кто говорят, что не нравится, ну, как бы, ну, я не настаиваю, не нравится, есть много других каналов, можно смотреть все, что угодно. Если я кому-то интересен и полезен, мне приятно. 20 тысяч говорит о том, что интересен. Какие ты бы себе подарил часы, если бы ты был человеком с гигантскими возможностями, вот этим вторым. И вот что бы вот ты бы себе подарил? Какие часы, которые ты хочешь? Да, конечно. Нет, ну, я не могу там десяток сейчас назвать. Да, не можешь. Слушай, ну, наверное, это была бы какая-нибудь модель от Чайкина, в первую очередь. То есть, Константину ты хочешь намекнуть? Нет, ну, я пока не могу себе позволить часы от Чайкина, ну, максимум Путника, хотя они сейчас тоже там в цене взлетели. Но у меня в коллекции вообще нет иностранных брендов. Какие еще разные? И я, ну, я не хочу там ролик с дайтону золотую или платиновую. Мне, ну, я больше вот у Чайкина каким-нибудь там суперусложнением. Там его модель Луноход. Да, ну, там, из Синеманы. Сколько это сложные, насколько интересные часы. И, ну, вот я прям, вот да, я бы Чайкина хотел. Ну, мы поняли. Ответ принимается. У меня еще есть последние два вопроса к тебе. Давай. Один серьезный, другой несерьезный. Ну, начну я с несерьезного. Сколько зарабатывает часовой блогер? Многих вопросов зато интересует. Слушай, ну, где-то я беру 1 миллион рублей за видео, за обзор. Мне вот «Ракета», там «Восток» все платят по миллиону рублей. То есть, в принципе, очень много. Я думал, миллион долларов. Нет, на самом деле все гораздо. Я весь поверил. Побежали каналы создавать сюда. На самом деле... Про часы, за часы. Это сложный, сложный процесс. Да, естественно, есть реклама на канале. Это не секрет. Я, на самом деле, выбрал для себя тактику такую, что если в видео я прямо рекламирую что-то, я обязательно ставлю плашечку «Видео содержит прямую рекламу». В Ютьюбе есть такая возможность поставить галочку. Чтобы люди понимали, да? Когда человек включает видео, у него там выпрыгивает. В видео есть прямая реклама. Наверное, это означает, что в видео будут какие-то моменты, которые я немножко сглаживаю. То есть, да, там, производитель, магазин или кто-то еще попросили пропиарить какую-то конкретную модель. Ну, зато честно. Да, нет, я все равно говорю свои мысли. Я все равно в 99% это то, что я думаю. То есть, ну, я могу что-то, ну, не акцентировать, наверное, на чем-то внимания. Да, это какое-то говно. Ну, деньги заплатят. Ну, да, ну, вот как-то так. Ну, знаешь, мне пишут часто в комментариях люди, что видно по моему лицу даже, как я вас придерживаю. Дергается глаз. Да, 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 что если мне нравится, то у меня там, знаешь, там, трет наружение, да, что я, блин, смотрите, классно. А если так, ну, да, здесь как бы механизм Seiko NH35, ну, да, ну, да. Красивые часы. То есть, ну, есть такое. Ну, на самом деле платят пока очень скромно за такие рекламы, но, тем не менее, уже это начинается. Надеюсь, что я бы вообще, наверное, хотел больше рекламы не связанной, чтобы человек понимал конкретно, вот, там, не один XB, конечно, да, там, не казино, там, три семерки, а, ну, какую-то адекватную, не знаю, там, турагентство, условно. Если меня смотрят представители турагентства, я готов делать для вас рекламу. То есть я раз, врезочка, все, летайте на курорты Египта, будет вам счастье. И дальше про часы. Вот, большая часть средств с рекламы, она уходит на то, чтобы покупать оборудование какое-то. Один, там, комплект света стоит минимум, там, 8 тысяч рублей. Минимум. Каждый штативчик, он что-то стоит. И я сейчас потихонечку стараюсь обновлять оборудование. Вот я вот эту штуку купил, да, Zoom, мы сейчас пишем звук сюда. Тоже она стоит, там, ну, чуть меньше 10 тысяч. То есть, ну, это нужно. Если вы хотите стать блогером, готовьтесь к тратам. И знаешь, ну, как бы, важный момент еще. Если вы хотите что-то делать, то делайте это сразу с теми возможностями, которые у вас есть. Я когда начинал, у меня не было оборудования практически никакого, света у меня не было. Я использовал какие-то там лампы, которые у меня дома были, да, там, как-то пытался все подставить. У меня был самый примитивный штатив-тренога. Я купил, правда, одну петличку сразу, там, самую дешевую за полторы тысячи рублей. Ее воткнул, чтобы хоть какой-то звук получить напрямую просто в телефон. Снимал я тогда на телефон, на... Нокия? Нет. На восьмой айфон я начал снимать все это. И пошло. Я понял, что, ну, как у меня была мысль, если пойдет, я буду в это вкладываться. Хоть каким-то образом. Если, ну, не пойдет, ну, а смысл? А если там, знаю я людей, которые покупают сначала 8 камер, снимают студию, делают там ремонт, все обеспечивают, и потом такие, так, а о чем бы снимать? Ну, ты знаешь, вот мы вчера, кстати, об этом тоже говорили с тобой. Действительно, когда люди пытаются заниматься чем-то ради денег, у них на первый план выходит, мне нужно заработать денег, мне нужно вот это сделать, заработать денег. Как правило, это редко кончается успехом. Вот это заметил? Конечно, конечно. Нет, ну, это может закончиться успехом, если это, там, какое-то верняковое дело, да? Мы сейчас закупим тысячу кроссовок, там, в Китае, продадим их здесь на Озоне, и заработаем, там, миллион рублей, вот, просто вот так одним делом. А вообще, да, если это какой-то творческий проект, то, наверное, в первую очередь не про деньги. Я, ну, влогинг-шоу не за большими... Я хочу, конечно, я, ну, откровенно, все мы хотим зарабатывать деньги. Естественно, я хочу на этом зарабатывать. Ну, это глупо сказать, что я не хочу. Дело, которое должно приносить доход, но всегда, когда ты начинаешь, и если у тебя на первом плане не про деньги, а какая-то у тебя есть идея, мечта, то вот тогда действительно все получается. Я тоже это заметил, и это видно по результатам работы, когда про деньги или не про деньги. Наверное. По поводу доходов, опять-таки, естественно, есть там монетизация от YouTube, который нам сейчас выключили, но... То есть сейчас вот зрителям, которые смотрят из России, не показывают рекламу, соответственно, мне не приходит от этого никакой монетки. Если зритель смотрит рекламу из-за границы, ну, там, из Австрии, условно, ему откручивается реклама, и мне за это капает что-то. Австрияки, пожалуйста, почаще включайте канал про часы. YouTube через VPN, VPN думает, что человек сидит там, не знаю, в Штатах, он ему давай штатовскую рекламу, а там цена на рекламу сильно выше, и мне прям еще больше. Ну, там смешные, там полтора доллара за тысячу просмотров, но тем не менее. Скажем так, в лучшие времена, до резкого спада информационной активности, пока у нас была монетизация, я дошел до дохода 300 долларов в месяц с монетизацией. То есть совсем скромно? Это немного. Я понимаю, что блогеры-миллионники получают прям, ну, 10 среднемесячных зарплат москвича за одно видео, и плюс еще прямая реклама, да, там уже, это все... Конечно, нет, это в любом случае приятно, это больше пенсии, наверное, да, но сейчас этого момента нет. Там что-то капает за счет того, что кто-то через VPN, кто-то из других стран, но там даже не выходит сейчас из 100 баксов в месяц, которые можно вывести. Тяжела и трудна жизнь российского блогера. Да, да. Многие сейчас там просят зрителей как-то спортировать, донатить. Я футболки запустил. Ну, как бы, если человек хочет купить мою футболку, я, естественно, там, с этого чуть-чуть зарабатываю. Немножко, ну, да, понятно. Деньги идут в развитие канала. Ну, какие-то там 200-300 рублей с одной майки еле и прибыли. Футболки, активнее. Если кому-то рекламу надо сделать, обращайтесь. Обращайтесь. Плашечку поставлю и... Ну, и вот последний такой, ну, может, вопрос ремарком хотел бы тебе задать. Вообще, как ты относишься к часовым школам, которые у нас где-то... Дело в том, что я вот скажу, что у нас возникла с нашим тут самарским Владимиром Павловичем идея, что может быть нам сделать какая-то воскресную школу, часовую школу, да, ну, потому что многие люди работают и не могут выдаться. Ну, там, школу, которая в выходной день, как-то и так поговорили, это все забылось, потом подумали, а вдруг это никому не нужно, а кому нужно там учиться ремонтировать там часы свои. хотя, как оказывается, очень много энтузиастов, которые страшно желают, страстно желают. это, ну... Слушай, часовая школа, это вообще, это очень круто, это здорово. Я знаю, у нас сейчас есть в Москве часовая школа, у нас есть в Москве часовая академия, у нас есть в Питере, ну, там, Николай Артюхов, который сделал свою школу, сейчас он, скажем так, сколлаборировался с первой московской часовой школой. Они проводят занятия, обучают людей, людей много, которые хотят научиться, кто-то для себя, просто как хобби. Кому-то просто это интересно. Кто-то реально хочет там открыть свою часовую мастерскую и зарабатывать на этом деньги. Интересно, что вот я приходил на выпуск питерского, питерской группы у Николая как раз таки, и общался там с выпускниками, спрашивал, что, как вообще, вот вам, зачем вы сюда пришли, что вам интересно? Люди говорили очень разные вещи. Кто-то уже что-то умел, но хотелось развиваться, кто-то ничего не умел и почему-то ему было интересно. И был один мужчина, довольно обеспеченный мужчина, у него много часов, довольно дорогих, серьезных часов. И у него вот просто вот он говорит, я вот рукожоп, я там, отвертки, у меня одна отвертка в доме есть, и то я как бы не знаю, как я крутил. Если я ее возьму в руки, я себе выклюглажно. Я лучше, да, кому-то позвоню, чтобы мне кто-то что-то сделал. Но вот часы я как-то вот люблю, и я вот решил, что я хочу вот разобрать и поковыряться, хотя бы в своих. Почему ему не жалко было, знаешь, там свой улис разобрать и проверить, а как там все крутится. Он говорит, я пошел, он из Москвы к одному часовщику говорю, научи меня, сколько это стоит, я буду платить. Это они не любят. Научи. Не любят. Говорит, нет, к другому научи, нет. Говорит, я искал кто. Они говорят, ты какой-то, говорит, дед сидит там 90 лет, мастер где-то в подворотне, ну, в подвальчике. Ну, говорит, давай. Я к нему прихожу, я тебе, говорит, хорошо заплачу, научи. Он говорит, нет, ты мне конкурентом станешь. Говорит, мне не нужно, я готов это бесплатно вообще делать, мне не нужно на этом зарабатывать. Мне вообще там бизнес, занятой человек, я хочу просто для себя. Нет, 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 ты станешь мне конкурентом, у меня все уйдут клиенты. Вот он благодаря, в частности, благодаря моему каналу, нашел школу и обучился, и был безумно доволен, что он вообще смог сам там разобрать, сделать какие-то операции, собрать часы, они у него пошли, у него просто, знаешь, горят глаза от счастья. Хотя казалось бы, что человеку надо для счастья? Знаешь, лет, наверное, почти 10 назад, ну, может быть, 9, может быть, 8, что-то такое, я ходил по Самаре и думал, где купить часовые отвертки. Я купил какие-то отвертки и мне сказали, что это часовые, но это оказались совершенно не часовые, то есть ими можно там автомобиль ремонтировать, наверное, да. Ну, может, телефоны, ну, может быть, телефон, да, но, как бы, совершенно не часовые отвертки. А спустя 5 лет я стал самым большим продавцом в России часовых отверток. А ты сегодня продаешь? Все, нет, на этом они закончились. Их было 15 тысяч штук, поэтому... Из зима вынес, да, развалившегося? И я. Это сделали до меня в 11 веке. И после я уже бегал по Самаре и искал часичка, который мне сможет переустановить ось баланса в Хамильтоне 917, с которой я пытался засунуть как вид наручный корпус. не нашел. Вот, теперь я точу ось балансов. Ну, видишь, что тебя спровоцировало это создать самому? Возможно, да. Мне стало интересно, почему никто не может. Я стал... Ну, и хотел еще добавить, вот у меня есть ученик. Вот, ученик... Верно сейчас? Ну, он теперь уже мне не ученик, он только у меня спрашивает иногда какие-то вещи, а он живет не в России. Сейчас... А, ты говорил, это музыкант. Да, музыкант Леша. Леша, привет, передаю тебе. Я могу сказать, что вот сейчас у нее там очередь несколько десятков часов, ну, физических, да, вот, что очередь, то есть вот люди приходят, и он так говорит, у меня вот тут вот 40 штук нужно сделать, вот вы 41-й будете, примерно по времени это столько. То есть он сейчас зарабатывает себе на жизнь, потому что музыкант, а сейчас вот эти все поездки, концерты, они были в связи с этой пандемией отменены, зарабатывает на жизнь. Я действительно, ну, искренне рад, что, как бы, приложил вот тоже... Помог человеку. Помог, да, в свое время. Мы с ним делали репассаж, я ему все объяснял. Ну, самое главное, что он ушел очень далеко, сам. Долго ты обучал человека? Нет, я недолго его обучал, мы с ним... Он в другой стране живет, то есть мы с ним по скайпу, да? Очно мы с ним сделали полностью сервис часам, я ему объяснил, что, почему. Ну, дальше мы уже по интернету. Как-то вот у нас были такие вот каналы связи, то есть включаешь звук, и он мне задает вопрос, я ему показываю. Сейчас это очень просто сделать, показать физически. И, собственно говоря, я думаю, да, можно честному делу научиться и дистанционно. На самом деле, это... Ну, вот у меня лично так и произошло, то есть Душан Грудич, мой наставник. Если ты горишь и хочешь, ты научишься. Если ты горишь и хочешь, научишься, да. Раньше учились и без скайпов, ютубов, а по книгам. Если ты умеешь читать, а сейчас, вот я скажу, что ты знаешь, очень многие люди не умеют читать, потому что читать это очень тяжело. И по себе... Проще блогеров каких-то на ютубе посмотреть. Проще, да, в какой-то степени, но ведь это тоже тренирует мозг. А в книгах написано очень много важной информации. И всем я всегда рекомендую, книжки обязательно читаем вместе с практикой и вместе вот с наставником, который может проконсультировать. Ну, я думаю, все получится. Вот, честно говоря, я не знаю, была такая идея все-таки с этой школы, но вот пока я не могу. Может быть, наши подписчики... Слушай, это нужно, тут опять-таки вопрос, как мы буквально пять минут назад говорили, для чего ты это хочешь делать? Хочешь ли ты кого-то научить тому, что знаешь, или хочешь заработать на этом денег? Так оно не получится. Думаю, что на этом денег заработать не получится. Все-таки это совсем не та. Или это так, просто благотворительно, ну, условно, благотворительно, идейный проект, чтобы как-то самореализоваться? Нет, человек должен заплатить хотя бы просто за, так сказать, место, там, и так далее, потому что если человек не платит, он как бы это и воспринимает, как что-то там упало, кто-то что-то кому-то там сделал, да. То есть, когда человек платит, он покупает. Это, во-первых, более осознанно, он... И ты идешь, готов, я за это заплатил, значит, я должен получить это знание. Да. То есть, он хочет себе забрать что-то в ответ, да, знание, опыт и так далее. Ну, нет, это не про деньги, конечно. Если бы это было про деньги, ну, наверное, давно уже что-то сделали и начали бы ответить ответственность в первую очередь, поэтому... Слушай, ну, вообще можно, я могу тебя связать с Дианой, которая основатель первой московской часовой школы. Может, вы сделать... Откройте здесь филиал в Самаре. Ну, я думаю, что... Она поможет там с программами и обучением и тому подобное. Ну, я думаю, что мне бы хотелось не совсем в таком формате делать. Сейчас, кстати, появился еще один ученик, который тоже Риноллс разбирать какой-то швейцарские свои часы. Я ему сказал стоп-стоп-стоп, не так это делается. Ну, посмотрим. Нет, это классная идея, я полностью за... многие не могут ездить в силу того, что далеко и так далее. А вот удаленное наставничество, это вот, в принципе, наверное, какой-то вариант не может. Подумай, подумай. Вот, думаю. Это будет круто. Ну, что... Я думаю, что мы наших зрителей познакомим с результатами поездки в Чистополь. Возможно, да. Расскажем. Возможно, мы снимем короткое видео не по производству Чистополя, а по тому, какие результаты у нас получились переговорами. Скажем, да, за финалем эту идею. Да. Возможно, да, что-то будет интересно. Спасибо тебе большое тогда за общение. Мне было интересно с тобой пообщаться. Взаимно. И еще раз спасибо тебе за Самару. Ты меня правда удивил этим городом? Приезжай еще. Обязательно. Спасибо всем, кто смотрел. Подписывайтесь обязательно на Антона. На меня, если вам интересно. Будем делать новые видео. Всем пока. Счастливо. Спасибо. Все, давай бухать.